Разрешите от имени военного совета, центральной аттестационной комиссии нашего министерства, от управления академией поздравить вас с днем рождения академии и с получением первой вашей жизни офицерских погон. Пожарно-спасательная академия отмечает 52-ю годовщину со дня образования вуза. На сегодняшний день здесь учатся больше 3,5 тысяч человек из 40 субъектов страны. Академия в авангарде среди аналогичных. Академия обеспечивает получение качественного высшего образования всех уровней по всем направлениям подготовки. Вы – это будущее спасательных служб нашей большой страны. Благодаря профессиональной работе спасателей, пожарных, ежедневно при катастрофах и бедствиях тысячи людей остаются в живых. Упускники Академии проходят службу во всех регионах страны. Академия гордится своими традициями. Каждый праздник – настоящее шоу. В этот раз торжественно и символично рота почетного караула передала карабины и знамена новому составу, таким образом демонстрируя преемственность поколений. На протяжении полгода мы тренировались. Учитывалась наша физическая подготовка, наши определенные качества, потому что туда нужна выносливость, стойкость. Это очень ответственно. И перед вручением карабинов мы все очень волновались, надеялись, чтобы это мероприятие прошло с успехом. Рота почетного караула – это лицо Академии. В ней состоят самые лучшие учащиеся отличники и передовики по физподготовке. Без роты в УЗОНе обходится ни один праздник. Являемся неотъемлемой частью праздников по всей Ивановской области. Поэтому передать свой карабин новому составу было так же волнительно, как и получать его три года назад. Свои первые погоны в этот день получили курсанты-выпускники Академии. Им присвоено звание младших лейтенантов. Соответственно, они получают и ответственность, и обязанность возлагают на них, начиная и от соблюдения дисциплины. Они будут на выпускных курсах есть уже на практике, стажировке, руководить, в том числе личным составом, участвовать в тушении пожара, ликвидации чрезвычайных ситуаций, писать дипломные работы. И через год здесь же, на площади, они получат дипломы и путевку в жизнь. Первые погоны, играющие условную роль, вручили и воспитанникам кадетского корпуса. Шесть одиннадцатиклассников получили звание вице-сержант. Полномочий никаких, зато стимул двигаться дальше. Мария Смирнова, Антон Осипов, РТВ Иваново.